У каждого тренера, их у нас в городе три, набрано по три группы ребят разного возраста. На тренировках взрослые спортсмены уже оттачивают тактику игры и готовятся к серьезным соревнованиям. Средние группы мальчишек и девушек еще всего лишь разлучивают тактику нападения и защиты. И, конечно же, учатся метко бросать мяч в кольцо. Совсем маленькие ребята, а это возраст 7-8 лет, занимаются общеукрепляющими упражнениями, что позволяет им быть более здоровыми, выносливыми и приобщает их к занятиям спортом. Никто из ребят не жалеет о своем выборе. Началось со школы, ну и потом я втянулась, и теперь это мне очень нравится. А что привлекло в этом виде спорта? Движение. Ну, это на тренировках, во-первых, отдыхаешь, расслабляешься. С самого начала не очень-то хотелось ходить, потому что как бы новый тренер, мы привыкли к своему учителю физкультуры, но со временем нам очень стало нравиться. То, что я пришел на баскетбол, я ни капельки не жалею, я думаю, что я буду дальше, в дальнейшем, играть очень хорошо. Проект по развитию детского баскетбола в Десногорске работает уже более трех лет. Сегодня наш город является одним из первых в воспитании баскетбольного резерва не только на Смоленщине, но и в Центральном федеральном округе России. Прийти заниматься может любой ребенок. Прийти заниматься может любой ребенок, девочку, мальчик, в зависимости от класса, со справкой, потому что можно заниматься именно баскетболом, без противопоказаний оттуда врача. Практика комплексной подготовки юных спортсменов, которая реализуется в Десногорске, сейчас активно внедряется и на площадках других российских атомгородов. Продолжение следует...